С этого года работодателям Тверской области необходимо размещать сведения о вакансиях на единой платформе «Работа в России». Соответствующие изменения федерального законодательства вступили в силу 1 января. Предполагается, что нововведение в первую очередь упростит жизнь соискателям вакансий, которые в электронном режиме будут получать доступ к полному банку доступных мест для трудоустройства. Наш корреспондент продолжит. В настоящее время в банке вакансий кадрового центра «Работа в России» в Тверской области чуть меньше 15 тысяч наименований. В компании и организации «Верхней Воложья» требуются продавцы и делопроизводители, инженеры и технологи, психологи и юристы. Однако это далеко не весь список возможных мест для трудоустройства в нашем регионе. Ведь далеко не все работодатели размещают список актуальных вакансий на этом ресурсе. В ближайшее время ситуация должна измениться. В силу вступил соответствующий закон. Данное нововведение обязывает работодателю ежемесячно подавать информацию через единую цифровую платформу работы в России посредством внесения информации и отчетности. Это информацию о введении в отношении данного работодателя процедуры несостоятельности либо банкротства. Это информацию о выполнении и квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Это информацию о реабилитации инвалидов, о содействии занятости инвалидов. И также информацию о свободных вакантных местах для безработных граждан. Отметим, что подавать эти сведения должны все организации и индивидуальные предприниматели. Но некоторые обязаны это делать исключительно через портал «Работа в России», создав там личный кабинет с использованием госуслуг. К таковым относятся работодатели, у которых численность сотрудников превышает 25 человек. Вновь созданные организации со штатом сотрудников более 25 человек, государственные и муниципальные органы власти и организации, а также ряд других. За январь месяц только через кадровый центр работы России города Твери заведено около 350 личных кабинетов работодателей. Мы над этим не останавливаемся. Мы призываем всех работодателей, невзирая от численности работников, все-таки регистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России», потому что это очень удобно. Мы все переходим на современные процедуры взаимодействия. При этом, как отмечают в кадровом центре «Работа России», в случае выявления факта сокрытия сведений о вакансиях организации может грозить административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Штраф в отношении должностного лица может достигать 500 рублей, а в отношении организации – 5000. Впрочем, понятно, что главная цель все-таки не наказать, а сделать так, чтобы у населения был как можно более широкий выбор вакансий для трудоустройства. И в конечном итоге, чтобы число безработных жителей нашего региона год от года сокращалось. Продолжение следует...